Всегда хочется этого избежать, но возможны ситуации, когда у нас есть какой-то старый скрипт, и нам нужно внести его в сборку. К счастью, вопек это отлично умеет делать. Для примера я рассматриваю здесь такой скрипт old.js. Первый вопрос, который возникает, где мы будем его хранить? Если этот скрипт разрабатывался не нами, тогда, наверное, нежелательно его помещать в нашу дев-директорию. Создадим для таких скриптов отдельную директорию вендор, где будут находиться подобные скрипты в каждой своей директории. В данном случае мы предположим, что библиотека old занимает директорию вендор slash old, и этот скрипт это old dist old.js. Соответственно, для того, чтобы его подключать, мы в home можем написать вот так. С другой стороны, хотим ли мы каждый раз вот такой путь страшный делать? Наверное, нет. Поэтому давайте сразу же решим навсегда вопрос путями. Добавим секцию resolve. В которой мы укажем, во-первых, root. Root – это дополнительный каталог в дополнение к NodeModules, в котором будут искаться модули. Root в данном случае это dyrname плюс vendor. После того, как мы так сделали, мы уже можем использовать сборки вот так вот. Old slash dist slash old. Webpack. Модуль собран. Видите, оно все нашло. Если мне лениво писать вот это, то можно сделать еще и алиас. То есть в данном случае мы предполагаем, что каталог old разработан не нами. Его структура – это дела каких-то давно минувших дней, это делал кто-то еще, и мы не хотим ничего внутри переколбашивать. Поэтому можно добавить алиас. И дальше, если мы хотим old переделывать в old slash dist slash old, то можно так и написать. И тогда все запросы вот такого вида будут автоматически переписываться в Webpack'ом на вот такие. Давайте проверим. Webpack. Все отлично. Подключив модуль, займемся теперь его использованием. Old slash написан в предположении, что его подключают, как обычный скрипт. Он делает глобальную функцию work. Использует какие-то настройки work settings, которые предположительно он тоже берет из глобальной переменной. Это нормально для старого скрипта, но в случае со сборкой это уже не работает. Если мы посмотрим результат сборки, то вот. Work автоматически не экспортировалась, соответственно использовать ее снаружи нельзя. Work settings берутся непонятно откуда. Ну, если они глобальные – хорошо, но нам нужно глобально писать. Может, можно без глобальных переменных обойтись. Это тоже возможно. Для того, чтобы именно с такими скриптами работать, у Webpack'а есть несколько специальных лоадеров. В данной ситуации воспользуемся экспорт с лоадером и импорт с лоадером. Они оба описаны в документации в главе Shimming Models и делают следующее. Импорт с лоадер позволяет импортировать переменную внутрь файла. У этого лоадера есть два вида синтаксиса. Первый такой. Переменная равно больше значения. Он позволяет внутрь файла поместить именно вот эту переменную с таким значением. Давайте сейчас попробуем это сделать. Я могу прямо здесь написать imports. Хочу переменную, которая называется work settings. И значение будет delay.500. Высказать на знак файл. Теперь в Webpack. И давайте глянем, что получилось. Вот. Видите, да? Появилась переменная с таким значением. Для более сложных случаев, когда нужно не конкретное значение, а переменную нужно приравнять к существующему модулю, используют вот такой синтаксис. То есть если у нас есть модуль jQuery, то такой импорт сделает в файле переменную $ и даст ей экспорт этого модуля, как будто файл его подключил. Следующий плагин это exports. Он, наоборот, позволяет экспортировать из файла одну или несколько переменных, если нужно. В нашей ситуации мы наверняка хотим экспортировать функцию work. Это основная функция данного скрипта. Она должна быть доступна как экспорт модуля. Поэтому сделаем так. exports, вопросительный знак, work. Заметим, что exports обязательно должен идти после импорта. Пересобираем. Смотрим. Все отлично. Вот импорт. Вот экспорт. Можно пользоваться. Вместо того, чтобы указывать лоадеры в вызове require, можно их вынести в отдельную секцию конфига, чтобы каждый раз, когда мы require all делаем, не перечислять их. Давайте здесь сделаем loaders. Укажем проверку тест. В тест всегда попадает полный путь к файлу. В данном случае проверим, что он оканчивается на all.js. Если будут конфликты, можно всегда уточнить эту проверку. Несмотря на то, что мы require делаем короткий, да, сюда попадает после всех resolve окончательный. И loader. Сюда строку с loaderами. Webpack. Ура. Все собралось. Смотрим результат. Результат ожидаемый.